Информационный портал правометру начинает цикл видеоконференции осени 2023 года. У нас сегодня ажиотаж, большой состав участников. Начинаем с Москвы. Партнер медико-юридичка группы Медико-Пруф Иван Печерей. Иван, приветствую. Добрый день, уважаемые коллеги и уважаемые слушатели. Рад вас видеть в пиджаке. Редкий случай, понимаю. Особенно приятно. В Санкт-Петербурге юрисконсульт от САЦ организаторов здравоохранения в онкологии Дмитрий Гаганов. Вторую столицу приветствую. Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели. Челябинске, наша уважаемая женщина в сфере медицинской респреденции. Федеральный суд, Центральный районный суд города Челябинска. Мария Гулякова с первым медицинским образованием. Мария искренне рад видеть. Взаимно. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые слушатели. И еще представитель учебного заведения Игорь Васильев. Доцент кафедры Организации здравоохранения и общественного здоровья Новосибирского государственного медицинского университета. Игорь, тоже рад видеть. Здравствуйте, коллеги. Третья столица, столица Сибири, тоже вас приветствует. Согласен. И с нами еще заочно принимает участие Игорь Степанов из Ярославля. Увы, занят, но прислал видеозапись. Еще раз искренне рад видеть такую могучу кучу специалистов, профессионалов в сфере медицинской респреденции. Перехожу к своему традиционному вступлению. В 19-й текущем году 228-я с начала работы формата. Обсуждать будем законопроект об обязательном страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Ну, полное название перед глазами. Информационный повод. Публикация в известиях за 25 августа. Некое содержание публикации. Предполагается, что его внесет законопроект Сергей Леонов, зампредкомитета по охране здоровья фракции ЛДПР. Предполагается, что взносы частники будут нести за свой счет, а остальная медицина за счет государства. Прогноз. Проще будет получить компенсацию. Снизится количество врачебных ошибок. Ну, и почему-то утверждение в газете о том, что именно врачи должны выплачивать компенсацию при взыскании ущерба. Дополнением данному законопроекту обязательное страхование жизни и здоровья самих работников, если они получили провозаболевание, либо травму. Приводится статистика переданных в суд уголовных дел, возбужденных против врачей. Приводить данные не буду. На сайте Госдумы пытался найти данный законопроект, увы, отсутствует. Поэтому пользуемся той информацией, которая имеется в интернете. Напомню, по 323-му федеральному закону право страхования риска своей профессиональной ответственности у медиков и обязанность у медицинских организаций. Таким образом, вот эти категории из 323-го федерального закона имеют право и обязанность на страхование. В качестве примера, вот нашел информацию за 1 сентября, Центральный суд Оренбурга рассмотрел иск родственников погибшего ребенка в Самарской районной больнице компенсация морального вреда. Содержание перед вашими глазами повторяться не буду, удовлетворение требований. Частично, но в разрезе компенсации морального вреда. Родителям полмиллиона, бабушке и дедушке 200 тысяч, младшим братьям 150-50 тысяч рублей. Скажу вам, тема не новая, обсуждалась еще в 2018 году. Дмитрию Гаганову большой привет. В Государственной Думе в 2018 году обсуждался именно механизм страхования профессиональной ответственности. И Минздрав Архангельской области, в общем-то, предложил использовать средства обязательного медицинского страхования в качестве страховых взносов. Ну и вот те вопросы, которые мы с Дмитрием обсудили. Третий вопрос. Когда же ожидать появления федерального закона? Прогноз Дмитрия был где-то в пределах двух лет. Это было в 2018 году. Ну и сейчас 2023 год. А ВОЗ и телега все ныне там, на одном и том же месте. Тот вопрос, который я вынес на обсуждение коллег. Кто же таковые являются субъекты страхового интереса последствий неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи? И оценка его механизма в качестве, как реализованного в законопроекте. Правда, еще раз акцент на том, что самого законопроекта я не видел. Отсутствует в системе обеспечения законодательной деятельности. Начинаем с обсуждения. Поскольку Иван сегодня в пиджаке, он у нас первым будет выступать. Иван, может быть вы еще в 2018 году принимали участие в том мероприятии в Госдуме, не знаю. Но в любом случае, готовы вас послушать. Пожалуйста. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Ну, надо сказать, что действительно говорить, что либо не имея текст законопроекта, изучив его, ну, это достаточно, наверное, неблагодарное занятие. Но другого у нас не остается, как бы выбора, поэтому давайте обсудим то, что есть. Ну, надо сказать, что действительно Алексей Валентинович представил информационный повод, который имел место, эта статья в «Известиях». Надо сказать, что она ужасно противоречивая. Там очень много всего того, за что можно цепиться, процепиться и как-то прокомментировать. Я это сделал в своем телеграм-канале, поэтому не хочу на этом подробно останавливаться. Я хотел бы зарезюмировать, наверное, основные тезисы из того, что, как бы, я вынес из данной статьи и, соответственно, ответить на поставленный вопрос. Дело в том, что действительно субъектами по профессиональному страхованию являются, ну, наверное, две стороны. Даже три стороны, наверное. Это пациенты, это медицинские организации, это врачи. Ну, и, наверное, субъектом можно назвать страховщиков страховые медицинские организации. Это, опять же, в моем понимании. Но вот прочитав статью, проанализировав вообще весь тот, скажем так, путь, который у нас пока еще идет по которому, страхование профессиональной ответственности, я, честно говоря, не знаю, так ли выглядит эта, казалось бы, очевидная картина для власть имущих. И действительно, как бы, эти субъекты и будут являться в итоге субъектами профессионального страхования. Это для меня большая загадка, ответа на нее пока нет, и тех законопроекта мы, как уже сказали, не видим. Вот, действительно, логично предположить, как бы, это так, но возникает тогда второй резонный вопрос. О страховании профессиональной ответственности медицинского работника. А у нас разве медицинский работник за что-то отвечает? Ведь если мы возьмем гражданское законодательство, там четкая правовая конструкция, согласно которой ответственность за вред, причиненный работникам, несет юридическое лицо организации, в которой работает работник. Если мы возьмем уголовную ответственность, там да, ответственность персонализированная, но, в принципе, я ни разу не слышал, чтобы страховые компании, страховые организации страховали именно последствия уголовной ответственности медицинского работника. Таких страховых продуктов нет. И поэтому здесь выясняется вопрос, а зачем тогда городить огород, и есть ли в этом смысл? Медицинский работник отвечает в пределах своего среднемесячного заработка, если нет случаев полной материальной ответственности, установленной в действительности второй статьей в Кодексе Советской Российской Федерации. Поэтому среднемесячный заработок – это небольшая сумма, и есть ли смысл страховать от профессиональной ответственности медицинского работника? Я ее, честно говоря, по той конструкции законодательства, которая есть сейчас, не вижу. Хотя вступают периодически жаркие споры и дебаты с теми, кто считает, что такая инициатива необходима, в том числе, соответственно, со страховщиками, которые говорят, что есть такие продукты, мы страхуем, мы выплачиваем компенсации. Но когда начинаешь подробно смотреть этот страховой продукт, начинаешь смотреть предложение, описание страхового случая, ты понимаешь, что там все завязано на то, чтобы страховой случай не наступил, чтобы факт его доказательства, ну, вернее, как бы, был бы крайне затруднителен. Ну и самое главное, буквально недавно спорили в канале, там вообще было сказано о том, что основанием страхового случая является прямая причинно-следственная связь, нежно наступившим последствиям, да, и проверенные действия медицинских работников. А как мы с вами знаем, в горданском процессе прямую причинно-следственную связь практически никто не устанавливает, это крайне редко. А в уголовном процессе, ну, как мы с вами знаем, опять-таки не страхуют уголовную ответственность, только лишь страхуют расходы на адвокатов, когда уголовное дело заведено, не более. Поэтому, коллеги, да, действительно, резюнирую, как бы, да, мне хотелось сказать основной момент. Здесь нужно все-таки четко определить правила игры. Кто является страхователем, кто является страховщиком, кто действительно будет являться субъектами, соответственно, на страхование. И самое главное, самое главное, коллеги и слушатели, самое главное установить, кто за все это будет платить. Вот. Пока ответов на эти вопросы я не вижу, и, может быть, данный законопроект, когда он пойдет в свободном доступе, даст на них ответы, но пока из того, что в прессе прошумело, ответов как не было, так и нет. Благодарю за внимание. Первая академическая мысль прозвучала. Передаю слово для второго представителя академической мысли, Игорю Васильеву. Игорь, пожалуйста. Ну, на самом деле, я вообще-то поддерживаю полностью Иван Олегович. Хотел бы дополнить следующее. Вопрос о страховании профессиональной медицинской ответственности, профессиональной ответственности медработников, дебатировался на конференциях многократно. То есть, на самом деле, он постоянно возникал. При этом, при всем, страховые компании, ну, я, пожалуй, с 90-х годов пытаются застраховать профессиональную ответственность медработников, предлагая различные продукты. Значит, тем не менее, с достаточно такими непонятными результатами, потому что, действительно, понимания, как это все урегулировать, нет. Больше того, мне попадалась в руки диссертация на тему страхования профессиональной ответственности врачей-стоматологов, где предлагалось страховать ответственность за счет самих таковых врачей-стоматологов. Диссертация, по-моему, защищена была. У меня на этапе до защиты попадалось. Далее, значит, больше того, у нас, вот, наша общественная организация, ассоциации врачей каким-то образом пытались внедрить корявую схему, где врачи оплачивали страховую ответственность, ну, гражданско-правовую ответственность медицинского учреждения. То есть, врачи делали взносы. Но это, прежде всего, связано с тем, что у бюджетных учреждений нет такой статьи и нет источника на страхование профессиональной ответственности. Поэтому они привлекали деньги врачей, за счет которых страховали ответственность учреждения. При этом эти деньги обзывались какими-то не страховыми взносами, а некими пожертвованиями. То есть, такое все достаточно коряло. И, ну, тем не менее, некоторое время это работало. Ну, в смысле, было внедрено, собирали деньги с врачей. Потом, видимо, убоявшись прокуратуры, все это дело маленько было прекращено. Поэтому, в принципе, в принципе, я, прочитав статью, я, в общем-то, был удовлетворен тем, что, наконец-то, у нас, во всяком случае, в этой статье говорится о том, что действительно страховать будет ответственность медучреждения, потому что именно оно, с нашей точки зрения, несет эту ответственность, являясь субъектом, оказывающим саму медицинскую услугу, естественно, и отвечающим за ее последствия. Значит, при этом, при всем, страховать ответственность, я согласен с Иваном Олеговичем, медицинского работника смысла не имеет, потому что это либо действительно страхование в размере среднего месячного заработка, либо страховать уголовную ответственность практически невозможно. Поэтому, в целом, ждем закона проекта, надеюсь, что, если он будет, и в таком уже режиме будет выдержать, то это будет достаточно благоприятно сказываться и на деятельность медицинских организаций, и на удовлетворение, значит, законных интересов. Так, пожалуйста, спасибо. Вторая академическая мысль прозвучала, а теперь слово Дмитрию Гаганову. Пять лет назад он уже высказывался. Прошло пять лет. Дмитрий, пожалуйста. Да, благодарю вас. Вопрос действительно непростой. Во-первых, надо сразу же отграничить гражданско-правовую ответственность медицинской организации, административную ответственность, уголовную ответственность врача. от профессиональной ответственности, связанной со страховым случаем. Это разные категории. Регулируется статьями 931 и 932 Гражданского кодекса Российской Федерации риск ответственности по обязательствам возникающим следствия причинения вреда жизни, здоровья и мышц у других лиц. А также по договорам риск гражданской ответственности. Статья 931 и 932. Причем вот этот риск гражданской ответственности устанавливается вообще при страховом расследовании. Если мы посмотрим продукты, которые уже предлагаются, это Альфа-страхование, договор страхования профессиональной ответственности, РИСО-гарантия, правила страхования профессиональной ответственности врачей и других медицинских работников, и Инго-страх, общие условия по страхованию профессиональной ответственности. Мы можем выделить, во-первых, объектов, относительно какой темы был задан вопрос, ну или выгоды приобретателя, субъекты страхования и выгоды приобретателя. Могут являться по договору физические лица пациента, которым страхователь оказывал услуги в рамках застрахованной деятельности. То есть тут понятие объема застрахованной деятельности вводится, которое, кстати, тоже не совсем совпадает с оказанием медицинских услуг. В суде идет установление гражданско-правовых отношений, отношений, связанных со страховым случаем. Причем часто они как не совсем совпадают. Вот есть свои тонкости. Итак, родственник, имеющий прав на компенсацию в соответствии с действующим законодательством, ну пункт 48-49 того самого постановления номер 33, о котором много говорили. Медицинские организации, компенсировавшие пациентам вред, причиненный в результате профессиональной ошибки, допущенный страхователям. И субъектом страхового интереса является страховая организация, которая понесла дополнительные расходы на лечение пациентов из-за профессиональной ошибки, допущенной страхователям. Ну и сам страхователь в части расходов на защиту, как уважаемые коллеги сказали. Абсолютно соглашусь с Иваном Олеговичем, что условия запутанные, крайне непростые. И по вниманию звучит барабан. По поводу компенсации морального вреда эти выплаты не будут компенсироваться. Только если они специально не оговорены в дополнительных соглашениях к страховому полюсу. Ну, я, правда, изучил три программы, то есть три продукта. Но условия там очень, как говорится, непростые. Требования о возмещении убытков, возникающие в связи с деятельностью страхователя, не являющиеся застрахованы по договору страхования. Это вот страховой случай рассматривается. И, значит, обязанности по уплате штрафов, иных платежей, имеющих характер штрафных санкций. Здесь, кстати, вопрос не раскрыт по поводу потребительских штрафов. Требования иска о возмещении морального вреда не покрываются, только если прямо не предусмотрено договором страхования. Любая административно-общегражданскую или иную ответственность страхователя, возникающая исключительно из его статуса или характера его деятельности. Это же очень такая формулировка серьезная по поводу общегражданской ответственности. Ждем самого законопроекта, но я думаю, что основой законопроекта, конечно, будут вот эти вот позиции страховых организаций, которые являются серьезными игроками. И осмелюсь предположить, что очень много из уже существующих страховых продуктов будет положено в основании закона о страховании. Но еще раз хотел сказать, что профессиональная ответственность здесь употребляется в смысле страхового случая. Это не гражданская ответственность медорганизации, не административное ответственность. Там должностного лица. Нет, нет. Это гражданская ответственность по страховому случаю ст. 931-932. Теоретические исследования совершил Тихомиров в страховании медицинский деликт, статья 2013 года, и вторая статья медицинский деликт «Врачебная суд» в комментариях к законопроекту об обязательном страховании пациентов при оказании медицинской помощи. Там как раз можно также прочитать по поводу установления причинно-следственной связи. Ну и я, изучив вот эти продукты страховых компаний, уже существующие, и теоретические изыскания Тихомирова пришел к выводу, что причинно-следственную связь восстанавливает процессы страхового расследования. И это не та причинно-следственная связь, которая выявлена в труденно-медицинской экспертизе, ибо говоря, юридически установлен. Вообще у страховщиков там свои полномочия есть по установлению причинно-следственной связи для целесоставового случая. Вот на этом хотел бы закончить. Материал, конечно, много, но мы ограничены временем. Да, материала много. Поэтому сейчас послушаем Марию Галюкову, ее взгляд. Мой взгляд, наверное, будет немного обобщающим, но постараюсь не повторяться с моими уважаемыми коллегами. Начну с того, что с внедрением закона о страховании в практическую деятельность мы опоздали лет так на 5-7. По одной простой причине. Споры, медицинские споры на сегодняшний день очень сложные, очень многофакторные и очень нестандартные. Поэтому абсолютно верно здесь прозвучало о причинно-следственной связи, о структуре, о составе убытков, потому что больницы могут быть обязаны выплачивать в том числе расходы на захоронение, на дополнительное лечение, на протезирование. То есть это достаточно сложная процедура. Если говорить уже прицельно по страхованию медицинских работников, медицинской организации, то у меня вот какие вопросы сразу же возникают. Прежде всего, это страховой случай, страховое событие. Чтобы его установить, нужны специальные познания. То есть страховая компания будет вынуждена проводить экспертизу страхового случая. Проводить она это будет на основании медицинской документации. Но это не следствие, это не суд. И собрать полностью весь объем медицинской документации в рамках страхового события, в рамках страхового случая страховой компании будет достаточно сложно. То есть мы уже получаем заключение специалистов, которая может вызывать сомнения. Второй момент. Если у нас какая-либо сторона не согласна с данным заключением, она имеет право о споре через Институт финансового уполномоченного. Я напомню, что в страховом праве, когда мы речь идем о страховых событиях, у нас обязательный досудебный порядок – это использование Института финансового уполномоченного, который тоже, в свою очередь, имеет право проводить экспертизу, использовать экспертное опознание. То есть мы получаем второе заключение. Мы плодим в сущности, по большому счету, потому что когда у нас стороны дойдут до суда, а в любом случае кто-то будет недоволен, суд будет проводить экспертизу. И здесь возникает вопрос, а какую экспертизу проводить? Скорее всего, это будет экспертиза признания случая страховым. Но это абсолютно другой вид экспертизы. Это не экспертиза качества оказания медицинской помощи. И будем ли мы тут соединять две экспертизы в одну? Мне кажется, это очень маловероятно. Следующий момент. Хорошо, суд взаищет определенную сумму, но в любом случае сумма страхования будет ограничена лимитом. А что делать, если у нас сторона заявит требования сверх этого лимита? То есть это еще одно судебное разбирательство. То есть количество судебных разбирательств, оно может быть в принципе уже быть неограниченным. Следующий момент. Хорошо, допустим, мы прошли все инстанции, все замечательно. Но, как абсолютно верно, Алексей сегодня привел пример. У нас субъектов, чьи выгодополучатели может быть много. Это могут быть сыновья, родственники дальние, внуки, правнуки и так далее и тому подобное. Страховая компания всем будет платить или только выборочно? Если кому-то не заплатит страховая компания, что будет делать в данной судьбе? Снова пойдет в суд? То есть пока вопросов, наверное, больше и вопросы, они носят именно практический характер. То, чтобы внедрять данный законопроект, нужно очень хорошо подумать о его последствиях. Ну и последнее. Действительно, Иван Олегович очень подробно это все рассказал на своем телеграм-канале. Но в комментариях меня, знаете, что насторожило? Это некая эйфория страховщиков, которые бьются за этот закон и которые говорят, что все будет хорошо у нас. У страховщиков понятно, все будет хорошо. Но они в то же время и не понимают, не понимают структуру медицинских спортов, они не понимают предмет страхования. И получив, скажем так, страховщиков, которые не обучены, ну, наверное, тоже малоприятно с практической точки зрения. Поэтому пока вопросов больше, чем ответов, но я надеюсь, что все-таки мы будем их разрешать в разумном ключе, в разумном русле. И я, конечно, присоединяюсь к мнению каждого коллеги, потому что, ну, очень много полезных мыслей, интересных мыслей было высказано. Спасибо. Какой-то выгоды имущественной, ну, точно нет. Не зря я привел, да, вот пример Оренбурга. Полтора миллиона моральный вред, никакого имущественного вреда. А возмещение морального вреда в имеющихся страховых продуктах, оно не страхуется. Медиков интерес страхового возмещения, если будут регрессные требования в рамках уже уголовного состава и обвинительного приговора. Больница выплатила в полном объеме иск, поскольку медик является осужденным, соответственно, имеет право по трудовому кодексу в полном объеме больница сдернуть эту сумму с самого работника. Таких случаев у нас, в общем-то, не очень много, даже исходя из той статистики, которая приведена о передаче в суд рассмотрения дел. Ну, и в целом мое отношение к тому, что я услышал. Когда я прочитал, что у нас медики несут имущественную ответственность по искам пациентов, я понял, это не закон, а, скорее всего, прошу прощения, ЛДПР здесь перед выборами сентябрьским, видимо, какую-то инициативу проявляет. Ну, закон ни о чем. Чисто политическая акция, которая имущественные интересы субъектов страхования, в данном случае медицинских организаций, косвенно медицинских работников и тем более пациентов, ну, никак не защищает. Чисто информационный шум. Я к нему отношусь исключительно к критичке, как пиар-акции. Дай бог, как коллеги сказали, из этого законопроекта в процессе доработки что-то получится. Но у меня большие сомнения. Пять лет назад не смогли ничего создать, ну и в 23-м году ничего не создадут, ничего не поменяется. Основным, по-моему, толкачом должен быть здесь Минздрав в России. Но мы с вами знаем, да, государство не отвечает по обязательствам учреждений здравоохранения, как и обратно составляющие. Зачем государству финансировать страховые износы на страхование гражданской ответственности? За чего, если нет таких причин и следственной связи? Заканчиваю, продолжать не буду. Напоминаю о том, что после того, как мы попрощаемся, еще включу мнение Игоря Степанова. Как всегда, с восторгом от обсуждения академической, судейской, юриспруденческой мысли в рамках того вопроса, который я поставил. Всего доброго, до новых встреч в сентябре. Всего доброго, уважаемые коллеги. Давайте еще раз. Начинаем с печали. Всего доброго, уважаемые коллеги. И уважаемые сентябре. До новых встреч. Всего хорошего, уважаемые коллеги. Всего доброго, уважаемые сутки. Всего доброго, уважаемые коллеги. Всем здоровья. До свидания. Всегда рада общению. До свидания. Всех благ. Сейчас слушаем Игоря Степанова. До новых встреч! Добрый день, уважаемые коллеги! Вопрос о страховании гражданской правовой ответственности встает, врача в частности, встает уже не первый год. На сегодняшний день мы видим в интернете предложение страховщика, в частности, Инга Страха, о страховании гражданской правовой ответственности, которая включает в себя расходы на возмещение материального вреда, экспертиз, представительство в суде и морального вреда. Кто является выгодоприобретателем и получателем, так сказать, от данного законопроекта? Ну, прежде всего, страховщики. Почему? Потому что на сегодняшний день объем средств, которые получают страховые компании по данному договору в виде страховых премий, он небольшой. То есть, составляет не более 10-15% рынка. Если это будет обязательное страхование, то, естественно, фонд страховой значительно увеличится. Пациенты. Пациенты, да, действительно, тоже могут иметь выгоду. Почему? Потому что страховые премии будут выплачиваться, вернее, страховые деньги, то есть возмещение вреда, будет выплачиваться быстрее. Медицинские организации, да, действительно, потому что они получают, могут получать выгоду от того, что возмещаются затраты, в том числе на многочисленные экспертизы, которые с каждым годом, их количество увеличивается. Врачи, да, если им ущерб, по сути дела, который они принесли, будет возмещаться не ими, а страховщиками, тоже достаточно выгодно. Что тут, какие могут быть вопросы? Вопросы в том, что большая сумма, которая выплативается сейчас по выплатам пациентам или их родственникам, является, относится к категории морального вреда, да. То есть эти суммы морального вреда могут быть значительнее. Поэтому должен устояться именно рынок услуг и, прежде всего, правовымедленная практика. То есть если мы будем знать, сколько может назначить суд по тому или иному возмещению, и это будут устоявшиеся уже расценки, по сути дела, мы будем знать, на какие суммы мы можем рассчитывать в плане того, что мы страхуем эту ответственность. То есть на какие суммы выплат мы можем рассчитывать. От этого зависит сумма страховой премии. И, естественно, мы будем уже знать, какую сумму мы должны заплатить и что мы действительно страхуем. Поэтому посмотрим, как будет складываться судебная практика по данным делам, как будет складываться рынок страховых услуг. Время покажет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.